Всем привет! Меня зовут Марина Маргунова. Вы смотрите полезную программу. Встраиваемая бытовая техника сегодня это не дань моде, а скорее необходимость. Ведь такой вариант может сэкономить место на кухне, а также не броситься в глаза, например, в квартире-студии. Ну и, конечно, сделать жизнь современного человека легче и комфортнее. Что предлагают производители встраиваемой техники, расскажем далее. Встраиваемая техника уже точно вошла в жизнь современных людей. И мы, к примеру, уже практически не помним, что такое отдельно стоящая плита. Ну а сегодня вас ждет интересный обзор по варочным поверхностям, холодильникам, духовым шкафам и микроволновым печам. А помогает мне сегодня разобраться ведущий специалист Константин. Здравствуйте! Здравствуйте! Например, я захотела приобрести варочную поверхность. На что мне стоит обратить внимание? Прежде всего, стоит обратить внимание на вид нагрева варочной поверхности. Газовая это будет либо электрическая. Второй момент немаловажный – это вопрос размера, потому что размерность может отличаться. Третий момент – это тип управления. И четвертый момент, безусловно, один из основополагающих факторов – это стилистика. Но ведь на самом деле встраиваемая техника однообразна по стилю или нет? Нет. Существует огромное количество дизайн-линеек, отличающихся по стилистике. Например, дизайн-линии в стиле хай-тек, дизайн-линии в стиле классика или нео-классика. Либо со сдержанным дизайном, который подходит ко многим интерьерам. Одно из самых важных мест на кухне – это духовой шкаф. Что сегодня предлагают производители? На сегодняшний день предлагается огромное количество вариантов, отличающихся как по функционалу, так и по стилистике. Например, духовой шкаф может быть оснащен как механическим управлением, так электронным, либо сенсорным. Духовой шкаф может быть системой самоочистки пиролиз, когда вам не нужно мыть духовой шкаф вообще. Либо духовой шкаф может быть оснащен парогенератором. Технологии микроволновых печей давно не менялись. Может быть, есть что-то новенькое? Да, на данный момент предлагается уникальный прибор. Это микроволновая печь большого объема, куда может поместиться противень от духового шкафа целиком. И таким образом можно разогреть блюдо одновременно для нескольких персон. Ну и, конечно, получить на кухне законченное дизайнерское решение позволит встраиваемый холодильник. Технику горения вы можете найти в Центре Страиваемой Техники на Шахтеров 16А, строение 19. Телефон 205-77-44. Если вы давно мечтали о шубке, то сейчас самое время реализовать свою мечту. Можно рассмотреть для покупки комиссионные магазины. И цена подходящая, и выбор модели немаленький. А как совершить выгодную покупку, я расскажу далее. Сегодня мне помогает выбрать подходящий вариант моя подруга Лада. Мы сразу обратили внимание на большой ассортимент женской верхней одежды. Шубы, дубленки, платье и трикотаж. А цены такие, что и Лада решила выбрать себе подходящую шубку. Элегантные образы, богатые меха и современные модели. Еще здесь можно выбрать наряд для самых разных торжественных мероприятий и при этом сэкономить на покупке своим близким. А размеры до 52-го – это еще одно неоспоримое преимущество. Меховые жилеты не выходят из моды, а шуба из песца выглядит дорого, стильно и эффектно. Стильная дубленка с мехом станет достойным украшением. Гардероба любой девушки или женщины. Очень удачно мы сегодня зашли в комиссионный магазин. Здесь множество моделей и очень приятные цены. И каждый может себе найти что-то по душе. Почему именно в комиссионном мы рекомендуем купить шубу? Да потому что это существенно сэкономит семейный бюджет. Ведь на покупку мехового изделия можно потратить всего около 40 тысяч рублей. А если вы, например, закрываете меховой магазин или хотите изменить модельный ряд, то добро пожаловать! Магазин с удовольствием примет на реализацию такие шубки. Ну что ж, пересмотрели множество вариантов. Я подобрала себе скромный вариант модного пудрового цвета всего лишь за 40 тысяч рублей. А я выбрала себе шикарную шубу с леопардовым воротником всего за 45 тысяч рублей. Приобрести детскую и взрослую одежду хорошего качества и при этом сэкономить, а также сдать свою шубу и выгодно купить можно в модном комиссионном маркете круглый год. Город Красноярск, улица Молокова, 1, строение 1. Практически все мы в той или иной степени имеем хронические заболевания, а некоторые проблемы с позвоночником. И следующая информация будет именно для них. Специалисты подробно расскажут, какие методы дают положительные результаты при решении проблем именно в этой области. Многие из нас слышали выражение «все болезни от позвоночника». Конечно, все болезни – это громко сказано, но то, что многие из них – это правда. Через шею проходит спиной мозг, через шею проходят две позвоночные артерии и через шею проходят сонные артерии. Здесь же щитовидка, гортань, и все это стыкуется первым позвонком с черепом. А в область первого-второго опускается центр жизни продолговатый мозг. Смещение особенно первого и второго позвонка выключает этот центр из нормальной активной жизни. Возникают головные боли, бессонница, плохое самочувствие. На помощь приходит такая наука, как вертебрология. Она становится понятной тогда, когда болит шея, болит голова, головокружение, шум-звон в глазах, когда болит поясница, болит рука или нога. Вот тогда люди начинают искать и выплывает слово «вертебрология». Каждому человеку необходимо ежегодно проходить медицинское обследование. А вот лечение заболеваний, связанных с позвоночником, должно быть комплексным. Массаж – это не основная работа. Массаж – это подготовительно-вспомогательное к вытяжению, к мануальной и к шейной вытяжке. Для этого используются различные методики. В комплексе они дают прекрасный результат. К примеру, в основу вот такой системы декомпрессии положена идея создания условий псевдоневесомости и псевдовакуума в лечебных целях. Принцип аппарата декомпрессии лучше показать на примере. Если сжать губы и втянуть щеки таким образом, начинается активный приток слюны. Аналогично функционирует и этот аппарат. Он действует на поврежденный диск точечно, одновременно увеличивая уровень жидкости в нем. Межпозвонковый диск напитывается, восстанавливая свой первоначальный объем и массу. Грыжа диска перестает давить на нерв и за счет возникшего вакуума постепенно втягивается на место. Боль уходит. На этом у меня все. Вы смотрели полезную программу. Оставляйте свои вопросы и комментарии на нашей страничке ВКонтакте. До встречи.